Экономика. Бизнес. Финансы. Программа «Экономика». Кировский бизнес стал больше интересоваться деньгами фонда поддержки предпринимательства. В течение 2020 года в центре «Мой бизнес» было выдано 575 займов на развитие бизнеса. Общая сумма составила 716 миллионов рублей. То есть один заем в среднем – 1,2 миллиона. По словам замминистра экономического развития Ларисы Агалаковой, по сравнению с 2019 годом, запрос на получение средств со стороны предпринимателей заметно увеличился. В следующем году кредитование бизнеса по льготным ставкам через фонд поддержки малого и среднего предпринимательства продолжится. Региональный фонд поддержки промышленности одобрил займы на три проекта. Общая сумма, которую получат предприятия, превышает 750 миллионов рублей. На налегу дают 400 миллионов на проект для борьбы с ковидом. Примерно половина вернется в виде налогов. А ВАРУС получает льготное финансирование в размере 150 миллионов рублей на противодействие эпидемиологическим заболеваниям. Тут налоговые поступления в 5 миллионов. 200 миллионов рублей получит предприятие «Монолит» на организацию в Белых Холнице завода по производству ОСБ плиты. Здесь дополнительные налоговые поступления оцениваются в 95 миллионов рублей. На 4,5 миллиона штрафовали кировских предпринимателей за нарушение антиковидных мер. Это сумма за период с конца марта поста судебным решением, то есть в среднем размер штрафа 45 тысяч. Кроме того, по данным Роспотребнадзора, вынесено 74 предупреждения, 35 решений при остановлении деятельности и 78 внеплановых проверок продолжаются. Они касаются предпринимателей, оказывающих услуги в сфере торговли, в том числе автосалонов, аптечных пунктов, общепита, пассажирских перевозок, а также парикмахерских. Завершение валюток. Доллар сегодня 73,66. Курс евро 90 рублей 21 копейка. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове.